Привет, друзья! Дождик пошел у нас, еду в зал и отвечаю на очередной вопрос. Звучит он следующим образом. Можно ли приседать дома без веса 4-5 подходов на 15 повторений? Друзья, приседать и можно, и нужно. А в вопросе еще звучало, будет ли от этого польза. Конечно, будет. Но, если вы можете всего без веса за один раз присесть 15 раз, это говорит о очень плохой физической форме. Нужно задуматься об этом. Потому что вы должны приседать, ну, если вы никогда не занимались, ну, хотя бы раз в 30. Не спеша, хорошие техники, естественно. Но это уже другой вопрос. Как лучше всего приседать? В каком стиле, в какой манере? Так вот, лучше всего подойдут приседания, естественно, в стиле статодинамики. То есть, работы на окислительные мышечные волокна. Вы будете хорошо прорабатывать мышцы ног, будете тренировать свою выносливость и пережигать жиры. Естественно, при правильном соотношении питания, тренировок и восстановления. Вообще нужно понимать, что питание, только питание регулирует, набираете вы вес или теряете. Это очень важный момент. Если вы этого не понимаете, то у вас будут большие серьезные проблемы с достижением поставленных вами целей. И в наборе массы, и в потере жировой массы. Не забывайте, а если кто не знал, то именно тренинг мышц ног. Потому что в них находится большинство рецепторов, которые помогают очень качественно пережигать мышечные жировые клетки. В отличие от тренировок любых других частей тела. Тренируя только приседания и поддерживая правильное питание, вы можете очень качественно изменить свои пропорции, свое соотношение жира, мышечной массы. И при этом улучшать фигуру в целом. Вообще тренинг дома может приносить очень хорошие результаты. Особенно если у вас есть маломальское оборудование. Полезное оборудование. Стойки для приседа, штанга, турник, брусья, фитбол, гантели, гиря, резиновые амортизаторы. В принципе не такой уж большой набор и не так дорого вам выйдет оборудовать у себя этот зал. Если вы по какой-то причине не ходите тренироваться в тренажерные залы. Что будет гораздо эффективней для большинства из вас. Но нужно понимать, что если вы только начинаете тренировки, вы должны очень плавно себя подводить к нагрузкам. Обучаться технике теоретической, снимать себя со стороны на видео. И потихонечку, потихонечку прогрессировать. Расскажу случаи своей жизни. Когда я жил еще в России, было мне 20 или 21 год, я не помню. Выступать я собрался в соревнованиях по бодибилдингу, по юниорам. Работал я тогда еще тяжело на заводе. Приходилось вставать в 4 утра, чтобы бегать до работы, делать кардио, качать пресс, готовить себе еду, брать ее с собой, идти на работу, работать, потом тренироваться. В общем не важно, суть не в этом. Суть в том, что время было зимнее, и как вы понимаете, у нас то снег, то мороз, то дождь. И были периоды, когда я не мог бегать, потому что выпало, к примеру, очень много снега. Превратилось это все в лед, когда все растаяло, потом заморозилось, потом опять все растаяло. Там ходить-то было невозможно, не то чтобы бегать. И мне попалась статья в журнале, очень, кстати, интересная статья в журнале «Сила и красота». Раньше я черпал свои знания в основном из журналов «Сила и красота», «Флекс», потому что в принципе ничего другого доступного не было. И была статья очень прекрасная, что если вы будете приседать, то это даже лучше, чем бегать. И приводилась схема, как можно было дойти до 600 приседаний за один подход, за один раз. И это приравнивалось примерно к 3 километрам такой хорошей интенсивной пробежки. Естественно, начиналось все с 20 приседаний. И каждую неделю нужно было добавлять по 5 или по 10 приседаний. Как только ты доходил до того, что тебе становится легко выполнять это количество приседаний, нужно было добавлять очередные 5-10 повторений. Но, естественно, все считаем мы себя крутыми, спортсменами. И я в один из дней решил тоже опробовать эту систему и сделал сразу же 600 приседаний. Не скажу, что это было очень тяжело, потому что приседать нужно было в спокойной манере. Спокойненько сесть, спокойненько встать. Девчонкам даже рекомендовалось, можно было взять палку, поставить ее перед собой, удерживать в таком положении и приседать, если тяжело становилось, опираясь руками на палку. Но здравый смысл не всегда присутствует у нас. И не у всех у нас есть голова на плечах. В общем, я по дурости присел эти 600 раз. Сразу же, без подготовки. Скажу вам, друзья, что ноги у меня никогда в жизни так не болели. У меня болела нога, я чувствовал, мне кажется, волокна, мясо на кости. И весь слой, всю прослойку мяса. И болели они у меня почти 5 недель. Первую неделю я вообще не мог даже дотронуться до ноги. Не то, чтобы выполнять какие-либо упражнения на ноги. А нужно было еще, помимо всего, и работать. Было очень тяжело. Ощущения, конечно, были непередаваемые. Опыт тоже. Так что, если вы хотите опробовать на себе такую методику, я рекомендую, настоятельно советую. Но не совершайте такой глупости, как совершил я. То есть, не прыгайте сразу на большие веса. Ой, видите, каждое свое. На большое количество повторений. Начните с 30 или 50 повторений. Выполняйте неделю, дней 10. Чувствуете, что вам стало легко. Да, каждый день это можно делать. Добавляйте 5-10 повторений. И снова очередные 5-7-10 дней приседайте. 55 или 60 повторений. Пока не дойдете до 600 повторений за раз. И скажу вам, что ваша выносливость станет просто зверской. Причем, с помощью бега вы этого не добьетесь. Спокойненько приседайте на вдохе, на выдохе вставайте. Грубо говоря, у вас должно получиться 600 вдохов, выдохов и 600 повторений в приседаниях. Вы просто будете удивлены, насколько изменится композиция вашего тела. Насколько вы станете выносливыми. И, естественно, все это, возможно, повторюсь, только при соблюдении грамотного рациона питания. Так что, друзья, нужно ли приседать дома с пользой? Можно ли? Конечно, можно, нужно. И самое главное, понимать, что любой вид активности лучше, чем сидение попой на диване. А если вы хотите, чтобы ваша спина была здоровой, то старайтесь вообще не сидеть, стоять или лежать. А лучше всего ходить пешочком перед сном. Это будет очень полезным, потому что, напомню, если кто забыл, а если кто не знал, то обязательно вникните в эту информацию, что межпозвонковые диски, которые составляют, по сути, наш позвоночник, питаются, в отличие от всего другого организма, не за счет питательных веществ, которые приходят с кровью, а питаются за счет диффузии. То есть, когда вы надавливаете на диск, происходит компрессия, вода из них уходит. Когда вы их расслабляете, то есть делаете шаг, происходит декомпрессия, и вода опять приходит. И когда вы ходите пешком, межпозвонковые диски, именно в поясничном отделе позвоночника, получают все необходимые питательные вещества. По-другому никак. Бег, к сожалению, этому не способствует, потому что, наоборот, вредит. Так что, друзья, как лечить спину, как избежать проблем со спиной? Это гулять со своей семьей, со своей женой, мужем, детьми, каждый вечер перед сном. Убиваете сразу кучу зайцев. Общаетесь между собой, что сейчас большая редкость в связи с веком высоких технологий, когда мы все сидим в телефонах, в интернетах. И оздоровительный эффект. А что самое главное в нашей жизни, когда мы тренируемся? Все правильно. Смотреть на призму всего того, что мы делаем, через призму сохранения и по возможности улучшения нашего с вами здоровья. Ну что, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Спасибо, что смотрели.